Здравствуйте! В эфире программа Патруль и я ее ведущий Александр Петрушин. Новые штрафы ГИБДД, байки в социальных сетях. Совершил ДТП и скрылся с места происшествия. Пьяные водители. Ограждение вдоль дорог – залог безопасности участников дорожного движения. Все это и не только. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Поехали! 3 декабря около 18 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Каахем произошло ДТП – наезд на пешехода. Установлено, что 37-летний водитель, двигаясь в северном направлении, сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП в республиканскую больницу номер один с различными травмами госпитализирован пешеход – 47-летняя жительница Кызыла. Кроме того, пострадавшая на момент происшествия находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги. Пешеход не выполнил один из пунктов правила дорожного движения, согласно которому пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Кроме того, пострадавшей нарушено положение ПДД о том, что при переходе дороги в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств. В действиях водителя автомашины усматривается нарушение. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом дорожные условия, в частности, видимость в направлении движения. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся проверки, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Новые штрафы ГИБДД с 20 ноября 2019 года. Не ведитесь! В мессенджерах началась рассылка фейка, который уже стал традиционным и появляется каждую осень и каждую весну. В редакцию начали поступать вопросы по поводу повышения штрафов для водителей с 20 ноября 2019 года. Цитата. В этот раз, согласно фейку, с 20 ноября 2019 года должны увеличиться штрафы за перевозку детей без специальных удерживающих устройств до 5000 рублей. За превышение скорости от 20 до 40 км в час до 1000 рублей. На 40 и 60 км в час до 4000 рублей. На 60 км в час и более до 10 тысяч рублей. Заезд за стоп-линию 2000 рублей. Непропуск пешехода на переходе до 5000 рублей. Людям приходят сообщения с данной информацией. Из мессенджеров она проникает в интернет и вводит автомобилистов в заблуждение. Отметим сразу, что данное сообщение является ложным. Утром 2 декабря в дежурную часть поступило заявление о 33-летнего таксиста. Он сообщил, что несколько часов назад он подвозил на своей Тойоте Королло супругов, между которыми возникла ссора, переросшая в драку. Таксист остановил машину на улице Магистральной и вышел поговорить с мужчиной. После чего супруга последнего внезапно пересела за руль и уехала на данной автомашине в неизвестном направлении. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая в этот же день обнаружила вышеуказанную машину, брошенную на перекрестке улиц Рабочей и Пролетарской. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции быстро нашли автоугонщицу. Ей оказалась 32-летняя безработная жительница города Кызыла. Выяснилось, что она уехала на автомашине заявителя к себе домой. При проведении допроса задержанная дала признательные показания. В настоящее время с участием подозреваемой проводятся следственные процессуальные действия. И если ее вина будет доказана, ей грозит лишение свободы до двух лет. Сотрудниками госавтоинспекции на территории республики ежедневно проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, с 15 ноября возле дома по улице Шоссейной города Турана инспекторами ДПС с целью проверки был остановлен ВАЗ под управлением 31-летнего местного жителя. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения. Кроме того, он был лишен права управления транспортным средством. Проведенный тест определил, что гражданин находился за рулем в нетрезвом состоянии. После проверки выяснилось, что он был лишен права управления за пьяную езду. На основании собранных материалов дознавателям было принято решение о возбуждении уголовного дела. За рабочие сутки 4 декабря сотрудниками ГИБДД на территории республики от управления транспортными средствами отстранены 6 водителей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В Кызыле задержано 3 нетрезвых водителя. Кроме того, сотрудниками ГОИ задержано 14 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения или ранее были лишены такого права. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Новый порядок получения справок для водителей и тех, кому необходимо получить водительское удостоверение, вступит в силу с 1 июля 2020 года. Это следует из приказа Министерства здравоохранения России, опубликованного 21 ноября текущего года на официальном сайте ведомства. Согласно изменениям для получения медицинской справки на категории А и Б, помимо врачебных осмотров добавляются скрининговые исследования мочи на предмет наличия наркотических веществ и метаболидов, а также диагностика злоупотребления алкоголем. На категории С, Д и Е, кроме врачей и анализов, дополнительно придется сдавать электроэнцефалографию головного мозга. Приказ должен был вступить в силу с 22 ноября 2019 года, но с целью проведения дополнительного анализа методов, используемых для медицинского освидетельствования, в целях обеспечивания их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, срок введения в силу данного приказа перенесли на 1 июля 2020 года. На данный момент ряд регионов, в том числе и ТУВА, не имеет в наличии соответствующее оборудование. Какое именно оборудование будет приобретаться и какие методы будут использоваться, эти вопросы предстоит решить до указанного срока. Таким образом, до 1 июля 2020 года порядок прохождения и стоимость медицинского осмотра для водителей остается без изменений. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. А я напоминаю наши контакты, номер телефона и адрес электронной почты на ваших экранах. Также смотрите программу «Патруль» на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.